Как чудесно быть Его присутствием. Его любовь, она так глубока, так велика каждому из нас. Халлелуя! Садитесь, возлюбленные! Спасибо вам, грубо прославление! Перед тем, как мы закончим собрание, я хочу поделиться словом. Я постараюсь, чтобы действительно сегодня это семя могло проникнуть в наше сердце. Я назвал тему «Бог, воздающий через даяние». «Бог, который воздает». Я назвал эту тему так, что «Бог, воздающий через даяние». Давайте мы откроем такое местописание, которое записано... Первое место, которое записано... Четвертая книга царств, четвертая глава. Мы знаем этот случай, который произошел с женщиной, которая была женой пророком. И она обратилась с просьбой к Елисею. Она обратилась и сказала, что «Ты знал моего мужа, он тоже был пророк. Он был помазанный, он был Божий человек. Но когда он умер, осталось очень много долгов». Вы знаете, сегодня это повествование об этой женщине, о ее семье, оно не вяжется сегодня с учением процветания. Как так это могло быть? У Божьего человека было столько долгов. Я знаю, что есть вещи, которые связаны с определенными ситуациями в нашей жизни. И если Бог контролирует эту ситуацию, он обязательно приведет ко славе. Он обязательно подведет к тому, что его имя будет прославлено. Какой диалог произошел у Елисея с ней? Он сказал ей, и сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Вы знаете, эта женщина, которая была очень бедная, плюс ко всему, должники потребовали с нее долг и сказали, если не отдашь, сыновей твоих заберем. И когда Елисей спросил у нее, что у тебя есть? Она говорит, нет ничего. Как часто мы именно так отвечаем, о Господи, у меня уже нету ничего. У меня нету ничего. Боже, все, я полностью банкрот, я весь в долгах и нету ничего. Но Бог знает, у нас все равно что-то есть. Вы знаете, всегда Бог рассчитывает на то, что мы все-таки можем произвести и сделать, хотя это малое. И вот она говорит, ничего нету у меня. Кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собою и за сыновьями своими, они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божьему, и он сказал, пойди продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. Вы знаете, чудесным образом Бог просто решил эту проблему. Сверхъестественно, но перед этим сверхъестественным, перед эту громадную горою проблем, этих долгов, и всего, что навалилось на эту бедную женщину, вдову, которая осталась без мужа, и нужно было еще воспитывать сыновей своих, выхода по-человечески никакого. Но Бог не просто открыл небеса и послал ей выход. Он говорит, что-то у тебя все равно есть. Что-то есть. Я помню, как с одним человеком мы имели общение, и он говорит, что жизнь – это как колесо. Сколько зарабатываю, столько я и трачу. Говорит, вспоминаю, зарабатывал я полторы тысячи, и все они уходили. Зарабатывать стал две с половиной, стал зарабатывать пять тысяч. И сегодня, говорит, я зарабатываю восемь тысяч, и я так живу в долгах и не вижу никакого выхода. Вы знаете, этот перечень может не прекращаться. И он говорит, пастор, что делать? Я говорю, я тебе хочу сказать, что даже будешь ты зарабатывать и 20 тысяч, и 30 тысяч, эта проблема не решится, потому что эта проблема не в финансах, это проблема в твоем сердце. Вы знаете, иногда нам кажется, что если вот эти вещи решатся, значит, все будет хорошо. Нет, есть положение, когда мы должны проанализировать свое сердце. У этой женщины было очень мало, но в этом малом как раз была ее сила, ее выход. И это мало решило ее проблемы. Это был маленький сосуд селеем. Сегодня, может быть, ты через что-то проходишь, и тебе кажется, что эти проблемы такие большие, что они сдавливают тебя, и ты не знаешь, как решить, и ты обращаешься к одному, к другому, к третьему, как помочь. Но то, что ты получил от Господа однажды, и это малое возможно, может быть, заглушенное, может быть, ты не чувствуешь. Сегодня можно так слышать. У меня ограниченная зарплата, у меня есть трудности с сыновьями, со здоровьем или там еще с кем-то, у меня есть трудности на работе. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на то малое, но сильное, что мы имеем внутри. Вы знаете, кроме того, что мы посещаем церковь, кроме того, что мы стараемся как-то вести себя, как христиане, все-таки мы, рожденные свыше люди. И есть нечто в нашем духе, которое говорит о неограниченных возможностях нашего Бога, о котором сказал апостол Павел, и как безмерно величие, могущество Его в нас. Безмерно величие и могущество Его в нас. В ком? Верующих в Него. Если я в Него верю. Вы знаете, Бог может из этого малого. Сколько было таких моментов, когда Бог просто притворял это в чудо. Смотрите, пришли к Иисусу тысячи людей, и несколько дней они пробыли вместе, и не было еды. И ученики говорят, надо отпустить их, чтобы они пошли в селение и покушали. Но Иисус говорит, вы дайте им есть. Откуда мы возьмем столько еды? Двести динариев не хватит. Вот мальчик есть, у него всего лишь только пять хлебов и две рыбки. Вот это и все. Вы знаете, это достаточно. Если мы это начинаем отдавать Господу, для того, чтобы пришло умножение, для того, чтобы восполнилась всякая нужда. Поэтому, когда мы начинаем это понимать, этот принцип, и начинаем давать, то Бог обещает восполнить, дать, накормить. И, он говорит, переполнено будет полную мерою. Это наш Господь. Он так делает. Мы можем просто послушать, проанализировать, а можем принять и быть благословенными. Пять тысяч, не считая женщин и детей, были накормлены, и еще много осталось. Это то, что может делать Господь. Он может это мало. Пять хлебов. Казахстан сказали, это вообще капля в море. Разве это возможно? Для Бога все возможно, если мы верим. Все возможно. Следующий хотел я прочитать пример, также из Писания. Это 3 книга Царств, 17 глава. Это тоже из-за одного помазанника Илью. Во время голода, был голод. Серьезный голод. Бог направляет его к вдове, которая жила в Сарепте. И мы считаем здесь так. И встал он и пошел в Сарепту. Это 10 стих. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного. Ничего нет. Вы знаете, эти две истории их объединяет то, что та была вдова, и эта была вдова. Вы знаете, вдова – это все равно. Это, так скажем, неполная семья, где, так скажем, что когда нет у мужа, есть больше нужд. Потому что все заботы, которые лежали на мужа, возлагаются тогда на жену, которая остается без мужа. И все эти заботы, и все эти трудности, и все эти проблемы, они сваливаются. Это не просто так Бог подметил эти моменты, то, что осталось на страницах Священного Писания об этих вдовах. Это говорится, что у них была очень тяжелая жизнь. Кроме того, как в первом случае там эти долги давили, так во втором случае был голод. И эта женщина, она не имела уже ничего на то, чтобы иметь пропитание, ничего. И она говорит, у меня нету ничего из печеного, из того, чтобы был какой-то хлеб. Нету ничего. Как так, Бог? Ты разве не знал, куда ты послал? Но вы знаете, во всем этом Его имя должно быть прославлено. Бог хотел, чтобы Его имя было прославлено. Сегодня, когда мы оказываемся в подобных ситуациях и кажется, что уже все, ничего, полный тупик, нету прохода, ожидай. Это тот момент, когда Бог хочет прославиться. Он хочет открыть двери там, где мы даже не ожидаем. Просто взять из ничего, из малого и явить многое. Бог силен это сделать. Мы читаем дальше. И дальше мы читаем так. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Вы знаете, у нас, как правило, наоборот. Мы так, в первую очередь для себя. Как же после? Я умираю, у меня голод. Как я могу отдать? И это последнее. Но как раз вот вопрос веры, он как раз и связан с тем, когда мы из этого физического, из этих обстоятельств, то, что невозможное, то, что окружает, мы начинаем видеть Божью славу и полное доверие. Женщина это в этом увидела, и она поняла, что я так и сделаю, как говорит этот человек. И когда она сделала, Бог сказал, ибо так говорит Господь Бог, Израилев, мука в катке не истощается, и масла в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее, несколько времен, времени мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, которое он изрек через Илью. Разве это не слава, когда Бог практически из ничего, из этого малого, Он просто взял через это даяние и сделал воздаяние в жизни этих семей, и первой вдовы, и второй вдовы. Вы знаете, это говорится о том, что Бог сегодня так же, Он учит нас, чтобы мы могли понимать, что Он сильный Бог, вывести нас из любой ситуации, из любого кризиса, если мы начнем доверяться Ему. наше малое, вот это вот маленькое, оно может быть таким великим. Я помню один случай, это был очень давно в нашей церкви, как одна молодая семья, у них были трудности финансовые, и приезжали в Америку, вы знаете, не сразу можно было найти работу, были трудности, и у них были постоянные натяжки. И вот однажды ему жена стала говорить о том, что, слушай, я в одном и том же платье прихожу в церковь, мне уже как-то, ну, вы знаете, бывает такое, вот, у женщин, им хочется, ну, постоянно какая-то новинка, что было, ну, это нормальное явление. Вот, и она говорит, все, если ты не купишь, то я уже на это собрание не пойду. И он говорит, окей, давай поедем на это собрание, а потом мы заедем и приобретем. Вот, и он занял 40 долларов, в то время за 40 долларов можно было купить платье. Вот, и он занял 40 долларов, и положил их, думает, после собрания заедем куда-нибудь и что-то выберем. Ну, и получилось так, что во время собрания, вы знаете, здесь, ну, нужно же было Сергею, вот, вытянуть с карманов этих 40 долларов. Вот, не специально, но некоторые думают, что это специально. Вот, и я начал призывать пожертвованию, и этот человек стоял и думал, что же делать? И у него такое сильное желание, надо вложить. И мысли были, это же не твои деньги, ты же занял. А как ты жене будешь говорить после собрания? Вот, ну, он очень, но не решался. Вот, и уже собрание закончилось, и он удержал эти средства, а потом понял, что это все-таки был Господь, и он отдал их. Едут домой, и жена у него говорит, слушай, вроде бы это дорога домой, а ты говорил, что поедем мы, выберем платье мне. Он говорит, ты знаешь, были у меня средства, вот, для этого дела, ну, вот, не удержался, отдал их в церковь. Сокращаю историю, они всю дорогу молчали, конечно, пока добрались до дома. Вот. Вот, она пошла по своим делам в комнату, он сидел, и вдруг стук в дверь. Раньше, знаете, телефонов не было, этих мобильных телефонов. Вот, бывают люди мимо, проезжали, видят свет горит, дай зайду, узнаю, если не спят там, спрошу, как дела. И вот точно так же. Один брат постучался, он на двери открывает, стоит брат, он говорит, просто видел свет горит на кухне, думаю, зайду, может быть, чайок с тобой попью. Вот. Он говорит, у меня там несколько печеней там осталось к чаю. Вот. Сели мы с ним на кухне, там посидели, ни о чем практически так, поговорили о том, о чем, все это, и он, тот брат уехал. Говорит, я подхожу к холодильнику, смотрю на холодильнике, магнитом прицеплен конвертик. Дома страна вроде бы не было у нас. Снимает этот конверт, открывает, и он был просто удивлен, что в этом конверте было 400 долларов. Вы знаете, это потрясающий был случай в то время. В то время это целое было состояние, 400 долларов. Вот. Это, кто жил в начале 90-х годов, он знает об этом. И он говорит, у меня руки задрожали, я, говорит, еще раз пересчитал 400 долларов. Я, говорит, выскочил на улицу, его уже не было, этого брата. Посидел минут 20, понял, что уже он добрался до дому. Говорит, звоню ему по телефону и говорю, слушай, конверт был на холодильнике, и там деньги. Вот. Я знаю точно, никого не было в доме, только ты вот сегодня нас посетил. И он говорит, претензии не ко мне, а к Господу. И все на этом. Вот. То есть, он и рассчитался с долгами, и еще лучшее платье купил. И еще, вы знаете, посеял в церковь, и этот брат стал очень жертвенным. Он понял этот принцип. Вы знаете, через малое даяние, когда мы послушны, Бог открывает невероятные двери в нашу жизнь. Я не говорю только в отношении материальных вещей. Есть вещи, связанные с нашим внутренним таким положением, когда мы начинаем доверять Богу, когда мы начинаем верить. Приходит слово, и оно такое может быть маленькое, а у тебя серьезная проблема, и ты не знаешь, что делать. Возьми, встань на это малое, и начинай его высвобождать. Некоторые люди так ждут, чтобы им кто-то послужил. У них трудности. Они так ждут. О, когда мне кто-то послужит. Вот то, что ты имеешь малое, возьми это, и послужи кому-то, и ты увидишь, как твои нужды начнут восполняться. Как на духовном, так и на душевном уровне начнут восполняться. Вы знаете, это проверено. В моей жизни, когда приходит тяжесть, я ищу, где реализовать себя только для того, чтобы кому-то послужить. Кроме того, вы знаете, такой есть духовный принцип. Кому ты начинаешь служить, ты забываешь о своих нуждах. Потому что ты соединяешься с тем переживанием, с той болью, с теми вещами, через что проходит человек. Бог проверяет нас в жизни таким образом. И вы знаете, так хочется, чтобы кто-то на нас обратил внимание. Но вот это малое, что ты имеешь, отдай его, и ты увидишь, придет воздаяние на твою нужду. Откроются двери в твоем тупике. Господь начнет прославляться, и мы просто будем удивляться, что Бог может сделать в нашей жизни. Последнее, что я хочу подчеркнуть. Я знаю, что когда Иисус, Он пришел на землю, то было пророчество о Нем, что Сын, который родится от Марии, имя Его будет Эммануил, что означает «С нами Бог». «С нами Бог». Мы зачастую думаем так, что где-то Бог. Но вот Божье желание, оно было такое сильное приблизить человечество к себе, сделать эти близкие отношения. И Он послал Своего Сына для одной цели, чтобы эти близкие отношения, которые у Него от начала были в сердце к человеку. Он сотворил человека для общения с Собою, чтобы человек был в Его присутствии, возлюбленный. Это неправильно, когда мы просто живем в сухую, не испытывая Божьего помазания, Его силы, Его присутствия. Это ненормально. Иисус был дан, чтобы Бог был так близок в нашей жизни. Эммануил, что значит «Бог с нами». С нами Бог. Вы знаете, для того, чтобы эта близость была с Господом, первое, что нужно, это пребывать во Христе Иисусе. Это единственная дверь. Вы знаете, Иисус сказал, что «Я есть эта дверь». Он говорит, если кто хочет иметь общение с Отцом, ему нужно просто войти через эту дверь. Нету другой двери к общению с Богом. Он говорит, «Я есть им эта дверь». Близость с Отцом Небесным невозможно без Иисуса Христа. Иисус все сделал, чтобы мы теперь имели реальное общение с Богом. Я знаю, что это единственная личность, посредством которой приходят ответы в нашу жизнь и восполняются наши нужды. Это наш Господь. Вы знаете, сегодня все в этом мире поставлено на то, чтобы нас отдалить от Бога, чтобы мы думали, что где-то Бог, а я тут со своими проблемами. Бог, Он обозревает всю землю и Он смотрит на тех, чье сердце вполне предано Ему. Бог инициатор этого общения. Он ищет этого общения. Все, что нужно, это проявить к Нему интерес, это проявить это желание. Не потому, что Бог прячется, но Он проверяет мотивы нашего сердца. Для чего нам нужен Он? Для некоторых людей нужен Бог, потому что они устали в своих проблемах, но нам Бог нужен не для этого. Это все приложится, когда Он воздает по нашим проблемам, но прежде всего Его Царство и правды нужно искать. Это то, что сегодня Он, наблюдая за нами, Он проверяет наши мотивы сердца. Действительно, это так. Действительно, я Его хочу по этим причинам. Возлюбленный, сегодня столько обид, столько ран, лишь по той причине, что люди пытаются на человеческом уровне это решать, но есть Бог в нашей жизни, который знает, как брать эти бремена, брать эти тяжести, лечить нас от этих рам, если мы приходим к Нему. Когда мы открываем свое сердце перед Ним и говорим, Боже, я так устал, я устал бороться с этим гнетом, устал бороться вот с этим, вот с этой обидой, вот с этим разочарованием, мне так тяжело. Вы знаете, человек может и послушать, может и посочувствовать, может вместе и поплакать, но исцеление от душевной травмы только может принести наш Господь Иисус, Он может исцелить. Поэтому, когда мы к Нему приходим, а у нас есть доступ у всех прийти в Его присутствие, прийти к Нему такие, какие мы есть, открыть свое сердце, вы знаете, в этом тоже есть малая часть, которую мы должны отдать, это посвятить свое время, это выделить для этого. Один человек говорит, недостаточно того, что я имею на собрании, это достаточно. Едут они с другом в машине, и он включил какую-то проповедь, он говорит, слушай, выключи проповедь, включи какую-то просто музыку, давай какой-нибудь рэп послушаем, я так уже устал в воскресенье слышать эти христианские песни, эти проповеди, давайте хоть отдохнем мы среди недели. Вы знаете, что это? Это люди, которые заявляют о таких вещах, которые ходят в церковь, которые считают себя христианами. Вы знаете, ответ на это какой? Огромная дистанция между этим человеком и Богом. Но Иисус пришел для того, чтобы этой дистанции не было, чтобы Бог был с нами. Он отдал себя самого за нас, за наши грехи. Сегодня не нужно перебирать все те вещи, что я сделал плохого, чтобы исправить свою жизнь. Все, что нужно, прийти как есть и сказать, Боже, я сам не могу себя изменить. Я такой, как есть, пред Тобою. Я каюсь во всем, что я сделал, где я согрешил. Но я хочу, чтобы общение с Тобою у меня были реальны, близки, потому что ты Бог, который воздаешь. Ты Бог, богатый милостью. Ты Бог, обилен в любви своей. Ты Бог и нету другого, кроме Тебя. Халлилуйя! Мы сегодня перед Ним, перед тем, который знает наше сердце, который не в оппозиции, который за нас, чтобы поборать, стоять в проломе, помогать, воздавать. Он сегодня на этом месте. Давайте мы встанем перед Ним. Он действительно любит нас, Он действительно заботится о нас. И, может быть, ты проходишь через что-то. И, может быть, ты не знаешь, как решить этот вопрос. Есть Бог, который уже давно решил твою проблему. Но, возможно, есть нечто в твоем сердце, от чего хочет Господь избавить тебя, что мешает тебе в твоей жизни. Принеси это на алтарь. Отдай, не держись за это. Отдай это, и придет воздаяние в твою жизнь. Господь восполнит твою нужду. Ты увидишь, как откроются двери там, где ты не ожидал. Бог силен это сделать, потому что Он обозревает землю. Очи Его наблюдают. И Он смотрит на тех, которые действительно искренни, которые ищут Его, которые преданы Ему. Сегодня это время восстановления. Это не время просто уйти в себя, где-то спрятаться, где-то закрыться. Это время восстановления. Это выйти на свет. Это позволить Богу работать с нашим сердцем. Это положить себя на алтар перед Ним. И действительно, тогда мы будем видеть чудеса в нашей жизни. Я верю в Бога, который совершает чудеса. Бог не утомился это делать. Он продолжает спасать. Он продолжает исцелять. Он продолжает возвращать угнанных. Он Бог всемогущий. И мы верим в этого Бога. Халлелуя. Мы благодарны Тебе, Иисус наш. Мы благодарны Тебе, что Ты открылся нам. Что Ты реальный Господь. Что Ты есть в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты пришел. Ты не поглушался нами. Ты взял наши грехи. И беззаконие Ты умер за нас. Ты умер на Голгофском кресте. Ты осудил грех во плоте. Для того, чтобы освободить нас и сделать нас другими людьми. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарим за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя любовь, она привлекает нас, она объемлет нас. Мы благодарны Тебе, Иисус наш. Халлелуя. Мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе славу. Мы благодарим Тебя, что Ты есть, что Ты открылся. Эммануил, что значит с нами Бог. Мы благодарны Тебе. Ты открыл двери в общении с Отцом. Мы благодарны Тебе. И сейчас мы приносим на алтарь то, что Господь, может быть, мы ценим, может быть, это дорого для нас, может быть, это нужно нам в наших нуждах, в наших потребностях, но сегодня мы перед Тобою открыты, потому что мы верим Тебе. Ты силен, Господь, восполнить всякую нужду. И сейчас мы перед Тобою открываем свои сердца. Прости, Господь, за то, что мы время Своё употребляли не в правильное русло, что мы не искали Тебя, что мы искали других вещей. Прости, Господь, и сейчас мы перед Тобою мы просим о том, чтобы благодать Твоя сошла на это место, чтобы Ты мог прикоснуться к нашим сердцам, чтобы действительно мы были открыты пред Тобою. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Господь, за тех людей, которые, возможно, в своей жизни Ты преподавал определенные уроки, и они не сдали этот экзамен. И сегодня Ты вынужден их вернуть на эти уроки. Я прошу Тебя, Господь, чтобы в их жизни наступил прорыв, чтобы они могли увидеть, что Ты контролируешь все в нашей жизни от Твоего ока. Нельзя утаиться, потому что Ты Бог всемогущий. Но я прошу Тебя, Божий, о том, чтобы время в нашей жизни не было потеряно, чтобы мы, Господь, дорожили временем в эти лукавые дни и могли использовать все, чтобы познать Тебя, возрасти в Тебе и принести много плода для Твоего Царства. Я благодарю Тебя за эту церковь, за народ Твой. Я благодарю Тебя за эти открытые сердца. Все, что Ты приготовил на эти дни для нас, для следующего поколения, для наших детей, это видеть славу Твою. И я верю, Господь, чудеса, которые Ты можешь совершать из невозможного делать возможное, открывать двери там, где невозможно их открыть. Я благодарю Тебя, что это особенное время для церкви. И сейчас я благословляю каждого человека, чтобы мы не сомневались в обетованиях Твоих, чтобы мы верили, что Ты Бог, богатый милостью, богат в любви Своей, что Ты Бог. и какое безмерное величие, могущество Твое в нас. Мы благодарны Тебе. Аллилуйя. Мы превозносим Твое святое имя, возвеличиваем Тебя. Аллилуйя. Возлюбленные, давайте мы вместе с группой будем поклоняться и будем находиться в молитвенном состоянии. Позвольте Духу Святому сейчас работать в вашем сердце. Есть вещи в нашей жизни, где Господь хочет по-особенному коснуться этой сферы, этой области в нашей жизни. Может быть, действительно кто-то через что-то проходит и полный тупик, и вы не знаете, что делать. Сегодня реальный Бог на этом месте, чтобы коснуться именно этой сферы, чтобы из этого малого мы могли увидеть великое воздаяние Божье в нашей жизни. Аллилуйя. Ла прессура боли, брещи, три береги, са. Да, Господь наш. Аллилуйя. Вся слава тебе, Иисус наш. Раба, камара, прессу, раба, лабора, воли, бери, бери, да, Иисус. Аллилуйя. Да, Господь наш. Пусть божьет во мне жизнь моя. Подними меня силой своей. И на прочной скале поставь. Оращай меня, дух садой и злей. Пусть божьет во мне жизнь моя. 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 Может быть, кто-то с вами не знает, что происходит. Кто-то, может быть, не знает, как войти в свое призвание. Не имеет значения, какая нужда. Есть Бог в нашей жизни, который силен восполнить всякую нужду. Давайте мы подойдем друг к другу и начнем молиться друг за друга сейчас. Подниму свои руки к небу, услышь меня. Подниму свои очи к небу, Буду ждать тебя. Я буду ждать. Буду ждать тебя. Подними меня Силою Своей И на прочной скале поставь Хорошай меня Силою Своей Пусть божьет во мне жизнь моя. Подниму меня Силою Своей И на прочной скале поставь Хорошай меня Дух Святой И злей Пусть божьет во мне жизнь моя. И слышь Своей И я буду ждать тебя О, защита моя Опора моя Опора моя О, избавитель Буду ждать тебя Силою Своей И припевище Ты Припевище Защита моя Ты рядом со мной Всегда Ты Припевище Защита Моя Ты рядом со мной Всегда Ты Припевище Защита Моя Ты рядом со мной Игорь Негода Ты, выбежащий, защита моя Ты рядом со мной всегда Подними меня силою своей И на прочной скале поставь Хорошай меня, Дух Святой и слез И на прочной скале поставь Хорошай меня, Дух Святой и слез Пусть бушует во мне жизнь моя Иисус Вся слава и честь Тебе, Иисус наш На этом месте мы воздаем Тебе славу, Господь Тебе и вся слава, Тебе и только Тебе Мы благодарны Тебе За семя Твое Мы благодарим Тебя, что это малое семя Пусть даже будет горчичное зерно Оно может принести большие результаты И мы благословляем друг друга, чтобы видеть То, что Ты можешь сделать То, что Ты можешь совершить Я благодарю Тебя за эту церковь За братьев и сестер За эти открытые сердца Мы сегодня нуждаемся в Твоем водительстве Нуждаемся в движении Духа Святого Господь мой, Ты верен Своему Слову Ты неоднократно посещал нас необыкновенным образом И мы сегодня жаждем Твоего движения Мы ожидаем, Господь Мы благодарны Тебе То, что Ты приготовил на эти дни То, что Ты определил излить Излить дождь Свой Мы благодарны Тебе Я благодарю Тебе и воздаю Тебе славу Отец и Дух Святой Аминь Вся слава нашему Господу Он достоин хвалы Он достоин славы Аллилуйя Чудесный Господь Субтитры создавал DimaTorzok